приветствую всех на моем канале петельки за амстердама все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц сегодня мы с вами разберем вот этот красивый узор из коллекции весна-лето 2023 года брунелла кучинели он присутствует в нескольких моделей этого сезона узор смотрится очень красиво такая объемная объемная 3d сеточка вяжется он несложно поэтому мы конечно его разберем но я хочу немножко еще поделиться с вами с вами мыслями как можно использовать узоры кучинели не только автоматически их копируя и так вот этот узор который я вам сегодня хочу показать вот эта красивая сеточка немножко история если кому интересно сам бренд брунелла кучинели это известный итальянский дом моды который производит не только естественно трикотажного и одежда для мужчин для женщин основан на 1978 году на 78 году именно брунелли кучинели иначе начал он с того что начал вязать кашемировые свитера это его начало этого дома моды и поэтому его вот изделия вязаные изделия его очень популярны очень многие изделия не очень многие но часть какая-то из этих изделий вяжется вручную поэтому цена на эти изделия довольно высокая так как каждая и каждый свитер и каждый кардиган он уникальный его очень трудно повторить так как это ручная работа ну а сейчас вот немножко вернемся к этому узору как я сказала вяжется он очень легко и сейчас я вам покажу как это вяжется но я хочу немножко рассказать вам почему я решила это сделать потому что глядя на этот узор у меня сразу приходит мысли как и можно использовать по-другому не копируя автоматически изделия самого мастера мы можем использовать его идея но мое изделие должно быть моим изделия хочу его сама творить хочу сама создавать и поэтому некоторыми своими задумками я сегодня с вами хочу поделиться вот первое что мне пришло в голову посмотреть еще раз на эту фотографию когда я увидел этот свитер мне сразу понравилась вот эта сеточка вот этот элемент здесь элемент присутся английской резинки но тут же пришла мысль а а почему использовать эту резинку именно в так так и ведь можно использовать ее не вертикально вывязывая а горизонтально вывязывая и поэтому изделия приобретет совершенно другой вид вот смотрите я вот на образце немножко начала попробую вязать я сначала связала просто резинку один на один и чередовала с узором да вот здесь вот у меня 1111 и узор потом я попробовал тоже самое сделать но с английской резинки вот здесь уже вторая полоска меня связано английской резинкой и посмотрите выглядит конечно она намного лучше и вот в изделие вот сейчас я как бы то что вам я надумала я сразу вам скажу можно использовать начинать скажем низ изделия вот эти полосы делать более широкие потом их также широкую сад полосу из английской резинки потом делать поуже и опять по уже и так как бы идти на убавление можно вот здесь между узором и резинкой пропускать скажем 23 ряда не отчетное количество иначе 2 или 4 ряда лицевую гладью или наоборот изнаночную гладью в общем как бы комбинации возможное по разному надо только пробовать и найти свой дизайн свое и тогда ваше изделие тоже будет уникальным а сейчас мы перейдем к узору я покажу как он вяжется он вяжется несложно значит раппорт у него четыре петли и если вы вяжете скажем вот от начала до конца одну петельку надо взять для симметрии и плюс естественно две кромочные значит вы сейчас набираете количество петель равные 4 плюс одну для симметрии и плюс 2 кромочные значит делим на 4 плюс 3 еще удивительная особенность этого узора то что он проявляется на изнаночной стороне вот смотрите вот это у меня лицевая сторона я вижу здесь лицо я начала здесь его вязать а узор проявляется на изнанке поэтому не пугайтесь и учитывайте это такую особенность этого узора когда вы начнете вязать свое изделие вот так значит начинаем мы вот это у меня моя лицевая часть значит здесь у меня я смотрю лицевая петля да вот с другой стороны поэтому я первую кромочная снимаю и вот эти три петельки мы будем вязать одной петлей чтобы с этой стороны мои лицевая изнаночная лицевая что вот эти лицевые они соединились и тогда будет красиво смотреться значит что мы делаем так как мы соединяем 3 петли вместе чтобы у нас не сократилось количество петель мы здесь сделаем накид сначала потом мы вот эти все три петельки должны связать вместе но у нас должно быть красиво у нас должно быть основная петелька вот это средняя она должна оставаться средней а вот эти две как бы они уйдут под нее поэтому чтобы это эффект достичь мы значит еще раз естественно я вижу классикой это для тех кто вяжет классикой да у меня петли вот видите висят за переднюю стеночку значит вот эти две петельки я их как бы хочу провязать вместе но я их не провязывая их просто снимаю и переношу на этот спицу на правую потом следующий петельку третью я ее провязываю лицевые и потом подхватывать вот эти две петли которые мы с вами пересняли и через них протягиваю вот этого третью вот посмотрите и получается у меня вот такая косичка средняя петелька она посередине потом мы не забываем делать опять накид и вот эту петлю 4 нашем раппорте и вот у нас получается наш раппорт 4 петли 1 2 3 4 дальше продолжаем делать то же самое вот эти две петельки мы их переснимаем нет опять ведь мы не забываем делать накид эти две петельки мы переснимаем третью мы провязываем и потом протягиваем через эти две петли и опять делаем накид и четвертая петля наша для симметрии и так вот мы с вами вяжем наш ряд до конца сейчас еще раз покажу не забываем делать накид 2 петельки переснимаем 3 провязываем потом протягиваем делаем накид и провязываем 4 петельку сейчас я движу до конца ряда и покажу что мы делаем в следующем ряду если вы приноровитесь вы поймете что вяжется то здесь этот узор очень легко единственное что не надо затягивать петли они быть должны быть такие вот я забыл сделать накид эти петельки должны быть такие объемные и естественно не забывайте делать накид это очень-очень важно в этом узоре последняя петля меня просто который был для симметрии с другой стороны просто провяжем так вот первый ряд мы провязали мы поворачиваем на изнаночную сторону он смотрите это наша изнаночная сторона и здесь начинает появляться вот наш узор значит изнаночный ряд мы вяжем так как смотрится наши петельки вот лицевая лицевой изнаночной изнаночной накиды мы вяжем лицевой тройную изнаночной накид лицевой вот эта петля где мы все три вместе связали провязываем изнаночной и так мы вяжем до конца ряда это но условно получается мы вяжем резинкой 11 весь ряд очень легко главное определиться какую петлю какой и тогда все просто да то петля где мы провязывали три вместе вот она нас видно изнаночной мы и провязываем изнаночные накиды провязываем лицевые лицевой петлю так сейчас я дойду до конца ряда покажу как вяжется 4 до 3 и 4 лет так вот мы связали два ряда это у нас не забываю повторять это у нас изнаночная сторона видите здесь рисунок появляется здесь так следующий третий ряд вяжется в принципе то же самое только мы теперь тройные петлю делаем над той петлей которую нас связалась просто лицевые посмотрите это легко определить даже на ощупь вот я сейчас пробую эту мою косичку и одессе чувствую здесь у меня вот как бы видно этот узелочком поплотнее чем вот на этой петли значит эту теперь косичку вяжем просто лицевой а соединяем вместе вот эти три значит что мы сейчас делаем кромочная снимаю эту изнаночная вижу как она у меня смотрится и вот эту лицевую где мы делали в первом ряду мы это же вяжем лицевой соединять вместе теперь будем следующие 3 петли 5 мы делаем накид переснимаем 2 провязываем лицевой через две петли протягиваем это и делаем накид и вот здесь видите я подсказал здесь чувствуется уплотнение значит в этом ряду мы здесь ничего не делал просто провязываем лицевой накид 2 вместе лицевая протягивая или 2 и делаем накид лицевая накид вместе переснимаем и протягиваем через нее и делай накид и так дальше лицевая накид 2 переснимаем 1 лицевая перетягиваем и делаем накид эти лицевая накид 2 переснимаем лицевая протягиваем через 2 сняты накид лицевая накид 2 снимаю лицевая через эти две протягиваем эти делом накид лицевая накид 2 переснимаю целая протягиваем через 2 и делаем накид и наша кромочная ведь у нас вырисовывается узор и значит это у нас теперь четвертый ряд вяжется так как я вам сказала значит накидом и вяжем лицевой изнаночная изнаночный накид лицевой и так дальше получается теоретически резиночка один на один это мы вяжем в изнаночном ряду то есть в четных рядах да потому что рисунок у нас получается как я вам сказала на изнаночной стороне и теперь я сейчас довяжу ряд до конца и покажу вам как легко перейти на нарезание английской резинкой если вы захотите попробовать вот одну из моих идей вот использовать при вязании этого узора полосочки полосками до скажем смотрите видите значит теперь вот эти переворачиваем и мы начнем вязать с вами резинку 1 английскую резинку значит вот этот ряд лицевой так как у нас резинка должна быть с той стороны я еще один ряд привяжу уже просто резинкой что перейти на английскую значит вот этот нечетный ряд у нас получается я вижу еще раз резиночкой просто 11 и с четного ряда мы начнем с вами переходить на вязание английской резинки я покажу как это делать это очень легко и тогда петельки смотрится более объемные чем при простой резиночки 11 так вот мы доходим до конца ряда это значит после того как мы связали необходимо количество рядов вашего рисунка сколько вы захотите и хотите перейти на вязание английской резинки значит вот четный нечетный ряд 1 я провязала еще резинкой 11 простой резинка а сейчас мы с вами перейдем на вязание на вязание английской резинка первое кромочная мы с вами очень красиво получился так мы ее снимаем и теперь дальше ответе вот это лицевая я делаю накид и просто снимаю лицевую изнаночной я провязываю изнаночной лицевой я снимаю с накидом изнаночную провязывая и так поверьте этот весь ряд на лицевую петлю мы снимаем с накидом а изнаночного просто провязываем так мы довязываем с вами до конца ряда подходим концу кромочную провязываем изнаночной бабушкины способом и второй ряд английской резинки вот у нас секс стран она у нас может как изнаночная и накид мы их провязываем вместе изнаночной лицевую лицевой изнаночную с накидом изнаночные лицевой лицевой и так мы провяжем с вами опять до конца ряда при вязании английской резинкой значит в лицевом ряду вы лицевую петлю снимаете с накидом а в изнаночном ряду в этот накид вместе с изнаночной петлей провязываете изнаночные ну ты все мы связали ряда наши резиночки вот она видите как она уже красиво получается следующий ряд тоже самого лицевой снимаете с накидом изнаночной провязываете а в изнаночном ряду провязывать изнаночную вместе с накидом видите ничего сложного нету и вот посмотрите в данном ситуации мы в этот узор используем связали в бочина или только причина или связали только два раппорта до 4 ряда и уже по другому все смотрит здесь вот у меня в первый раз у меня здесь их раз два три ветер три таких как бы здесь у меня только 2 а здесь одна и вот это можно использовать с таким убыванием и будет очень красиво ну вот на сегодня все что я хотела вам показать что хотела вам рассказать надеюсь мои идеи вам понравились и вы их примените при вязании своих изделий на сегодня все пока пока с вами была светлана